Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Они испытывают сильнейший голод после зимы и особенно опасны в мае. Как уберечь себя, близких и домашних питомцев от клещей? Совет экспертов. Преодолеть дистанцию в 4 километра и получить заслуженную награду. В парке Гагарина прошла ежегодная легкоатлетическая эстафета, приуроченная годовщине победы в Великой Отечественной войне. Сегодня жители Самарской области присоединились к международной патриотической акции «Диктант Победы». Она прошла в пятый раз и объединила разные поколения людей. В этом году в регионе организовано более 1200 пунктов проведения акции, общей вместимостью свыше 50 тысяч человек. Написать «Диктант Победы» можно было в школах, колледжах, вузах, учреждениях культуры, центрах социального обслуживания населения, а также на базе органов правопорядка, промышленных предприятий и воинских частей. Центральной площадкой акции в этом году стал региональный штаб комитета «Семей воинов Отечества» Самарской области, расположенный на базе окружного дома офицеров. Губернатор Дмитрий Азаров в приветствии участников отметил, что диктант пишут люди по всей стране и в десятках зарубежных государств, которые понимают значение Великой Отечественной войны, вклад советского, российского народа в разгром фашизма, бережно, с уважением и благодарностью относятся к нашей совместной истории. Участникам акции нужно было ответить на 25 вопросов за 45 минут. Основными темами стали победа Красной Армии в Сталинградской и Курской битвах, освобождение Донбасса от немецко-фашистской оккупации и прорыв блокады Ленинграда. Также в этом году в диктант вошли вопросы о Нюрнбергском процессе. В Самарской области готовится к народной акции «Бессмертный полк». Присоединиться к ней может каждый. В этом году не будет традиционного шествия, однако организаторы разработали много других интересных форматов. Например, «Бессмертный полк на автомобилях». Суть акции заключается в размещении на личных автотранспортных средствах такси, грузовом и общественном транспорте, родственниками участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла фотографий ветеранов. Снимки героев Великой Отечественной войны в Самаре можно заказать до 2 мая в пунктах приема на базе администрации внутригородских районов, а также в МФЦ в Самаре и Тольятти. Также 9 мая предлагается портрет и имена героев размером не меньше, чем А4 прикрепить или нанести на одежду. И таким образом в течение всего Дня Победы не расставаться со своим ветераном. Традиционный и полюбившийся формат онлайн-шествия «Бессмертного полка» также состоится и в этом году. Зарегистрироваться в проекте можно до 7 мая на главной странице сайта «Бессмертного полка России». Личный кабинет участников прошлогоднего онлайн-шествия сохранены. В Самарской области будут организованы видеотрансляции с портретами ветеранов на медиафасадах и светодиодных экранах региона. В Самаре в рамках месячника по благоустройству, озеленению и улучшению облика города продолжаются работы по уборке мусора, очистке газонов и тротуаров, мойке улиц, покраске малых архитектурных форм. Также в числе актуальных сезонных работ в рамках весеннего марафона чистоты борьба с несанкционированными свалками. Тему продолжит Галина Топилина. В Самаре продолжается работа по ликвидации несанкционированных свалок. В прошлом году профильным департаментом было выявлено 66 мест стихийного скопления отходов. 62 свалки полностью ликвидированы. Еще две довольно крупные убраны частично. На них продолжают работы специалисты. Те места, которые у нас там новые выявляются, районными администрациями, департаментом городского хозяйства в текущем году, в режиме, как мы их обнаруживаем, в течение сезона будем планировать их вывозить. Мониторинг и вывоз свалок с неразграниченных территорий проводят и в администрации внутригородских районов. Сегодня в Кировском районе вывезли несанкционированную свалку вблизи жилых домов на пересечении улиц Ставропольской и Советской. На месте работала спецтехника, мелкий мусор собирали вручную. Процесс ликвидации отходов проконтролировали представители администрации района и административной комиссии. В настоящее время мы проводим работу по вывозу бытового мусора, который несанкционирован и был складирован, вывоз крупногабаритного мусора, а также лом хозяйственных построек ветхих, которые здесь остались. Администрации района на период приведения месячника по благоустройству был запланирован вывоз 516 тонн твердых коммунальных отходов. На сегодняшний день этот план уже перевыполнен. Мы вывезли 590 тонн. Несанкционированные свалки могут стать причиной возникновения и распространения крупных пожаров. Риск возрастает в период введения особого противопожарного режима, который действует в регионе с 1 апреля и продлится до 31 октября. Складировать и хранить любой, в том числе крупногабаритный мусор, более суток запрещено. Статьей 2.1.15 закона Самарской области об административных правонарушениях. Нарушения, установленных на период действия особого противопожарного режима, дополнительных требований пожарной безопасности, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц от 5 тысяч до 20 тысяч рублей, на юридических лиц от 10 до 50 тысяч рублей. Жителям города напоминают, бытовой мусор необходимо доносить до контейнерных площадок, а крупногабаритный и строительный направлять на специальные полигоны и не допускать загрязнения дворов и улиц. Перечень полигонов, принимающих строительный мусор по договору с жителями или организациями, указана на экране. Галина Топилина, Константин Головин, Григорий Плешаков. События. Возможность познакомиться с героем нашего времени выпала студентам Самарского политехнического колледжа. Участник специальной военной операции, прибывший в родной город на время отпуска, встретился со студентами первого и второго курсов. Подробности встречи в репортаже Александры Гусевой. В преддверии Дня Победы студенты политехнического колледжа познакомились с героем нашего времени. Человеком, который стоит на защите интересов нашего государства и выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции. К гостю учащихся немало вопросов, но абсолютное большинство интересует карьера военнослужащего. Как война попала, заканчивалось Суворовское училище, Ташкентское общевысковое командное училище. Вот так я и стал военным, профессиональным. Случилось так, что необходимо было уволиться из вооруженных сил Российской Федерации. 27 лет перерыва, сейчас опять мобилизовали, призвали в армию. Служим, защищаем Родину. Защитник России ранее уже служил в нескольких горячих точках. Был участником боевых действий в Афганистане и Чечне. Сейчас бойцу 57, но возраст, отмечает он, не помеха, когда дело касается защиты и интересов государства. Сегодня командир батальона выполняет боевые задачи в зоне проведения СВО. Сейчас военнослужащий в Самаре. Приехал на время отпуска. Но уже через пару дней ему снова предстоит вернуться на Донбасс. На встрече, которая прошла в формате диалога, студенты смогли задать все интересующие вопросы. Многим хотелось узнать, как обстоят дела у наших бойцов. Доходит ли до них гуманитарная помощь и насколько страшен свист пуль над головой. Военнослужащий постарался ответить каждому из них. Я очень сильно за них волнуюсь. Я вижу и слышу разные истории, которые происходят там. И сегодня, когда я задала вопрос, и наши студенты колледжа, и ответили на вопросы, достаточно много узнали нового. Впечатлений, на самом деле, очень много. Это был мой не первый разговор с человеком, участвующим в СВО, у которого были не первые боевые действия, опыт в них. И, в принципе, мнение у них у всех сходится. Но это, конечно, все страшно. Но я, на самом деле, очень рада, что дочь поговорить и задать интересующие вопросы, на которые можно было получить честный ответ. Самарские студенты принимают активное участие в сборе гуманитарной помощи и в таких масштабных акциях, как письмо солдату и посылка солдату. «Хватает всего, но оно же имеет свойство заканчиваться. То, что гуманитарная помощь приходит и по одежде, по обмундированию, ну что же, необходимая помощь рвется, изнашивается, заменяем. Ну, то, что получаем от гуманитарной помощи, благодарны, конечно. Но остальное все есть, все в наличии». По словам военнослужащего, на сегодняшний день батальон обеспечен всем необходимым. Бойцы выполняют поставленные спецзадачи, помогая и поддерживая друг друга. А весточки из родного дома греют душу и напоминают, что их помнят, любят и ждут. Александра Гусева, Николай Епифанов. События. В столице региона подвели итоги детского художественного конкурса «Есть такая профессия – родину защищать». Юные таланты постарались рассказать в своих работах о том, какими они видят наших военнослужащих. Тему продолжит Александра Гусева. «Они сильные, смелые и не боятся опасности. Именно такими видят наших военнослужащих участники детского конкурса рисунков «Есть такая профессия – родину защищать». Сегодня конкурсантов собрали вместе для того, чтобы подвести итоги и вручить заслуженные награды. Наш клуб объявил конкурс еще в март-те месяце. Конкурс детского рисунка «Есть такая профессия – родину защищать». И мы не ожидали, что у нас будет столько много желающих ребят поучаствовать. У нас 18 работ. Работа очень интересная, трогательная. В конкурсе от Самарского женского клуба «Вдохновение» приняли участие дети в возрасте от 5 до 14 лет. В своих работах они постарались рассказать о бойцах, которые защищают нашу страну. Вдохновение искали в книгах, фильмах и, конечно же, в жизни. Один из участников конкурса, 8-летний Иван Розеев, решил нарисовать своего папу, военнослужащего. Его работа получила высокую оценку жюри и оказалась на первом месте. Рисунок. Как папа собер, защищает Донбасс. Он любит лепить, рисовать, поэтому это его. Если ребенку нравится рисовать, то нужно помогать ему в этом. Я думаю, у него все получится. Каждый участник конкурса получил памятный подарок – книгу, набор юного художника, сладости. А те, кто заняли первое и второе места, стали обладателями сертификатов из магазина для творчества. Александра Гусева, Николай Сидоров. События. В Самарском регионе погода позволила раньше открыть дачный сезон. Опытные садоводы рассказали, какие культуры уже можно высаживать, а какие пока рано. С любителями покопаться на грядках встретились корреспонденты событий. Чавель. Это как укроп. Ну, это у нас чеснок. Галина Швырева вместе с мужем Михаилом занимается дачей уже 35 лет. Супруги досконально изучили, какие культуры и когда можно высаживать в открытый грунт. За это время участок приобрел сказочный вид. Я много читаю, смотрю по интернету и стараюсь выполнять все, чтобы у нас было красиво. У нас калитка открыта, они заходят и говорят, ой, какой отдых у нас здесь. А я говорю, отдыха здесь нет, мы с утра до ночи работаем. В этом году погода позволила самарцам открыть дачный сезон гораздо раньше обычного. Но опытные садоводы предупреждают, торопиться с высадкой некоторых культур в открытый грунт не стоит. Можно посадить укроп, петрушку, щавель, лук, горох, редиску и репу. Не надо забывать, что ночи-то холодные. Ночи иногда до минуса доходят. Поэтому высаживать, допустим, такую рассаду, как помидоры, огурцы. Огурцы в теплицах всегда сажают. Или перцы. Не стоит высаживать, иначе все замерзнет. И могут быть еще заморозки в мае. Поэтому, хоть и весна теплая, но она обманчивая, увы. Рассада томатов, перцев и огурцов у супругов-швыревых пока ждет высадки на закрытой веранде. А вот цветы себя чувствуют уже вольготно. Скоро будет день рождения. К дню рождения, я думаю, цветочки наши распустятся на нашей даче. Пока еще они набирают цвет, набирают цвет малин. Вот тоже вот эти вот все цветущие и спиреи будут тоже цвести. В общем, запах здесь будет, воздух совершенно другой, нежели сейчас. Высаживать плодовые деревья и кустарники уже поздно. Это стоило делать, когда на ветках еще не было листьев, или они только начинали появляться. В этом году из-за теплой погоды деревья распустились гораздо раньше положенного срока. Если сажать яблони и груши сейчас, они вряд ли приживутся. Сезон посадок длится до наступления праздника Троицы. Затем наступает так называемый Духов день. Это значит, что земля должна отдыхать. Пахать и сеять уже поздно. Плодов это не принесет. Ольга Павлова, Светлана Тимофеева, Петр Паломеев, Сергей Баскин. События. С наступлением весенне-летнего сезона в столице региона участились случаи укусов клещей. После крепкого зимнего сна они особенно опасны, так как испытывают сильнейший голод. Как обезопасить себя, близких, домашних питомцев и какую помощь оказать в первую очередь, если клещ все-таки укусил, узнала Ксения Баканова. На две инфекции клеща будем. Да, на две. Жительница села Преображенко Руфина Назарова вспоминает неприятный случай, который совсем недавно произошел с ней и ее собакой. Любимый пес Цесей вернулся с прогулки с сюрпризом – клещом на холке. По счастливой случайности собака не пострадала. А вот новый желез мгновенно облюбовал себе уютное местечко в доме. Неприятный сюрприз хозяйка собаки обнаружила утром. Клещ запутался в ее волосах. Испугавшись, что он может быть переносчиком опасных инфекций, отнесла его в лабораторию. У нас в доме собака. Собаку, естественно, мы обрабатываем от клещей, капаем капли на холку. Соответственно, все клещи бегут с него на нас. Ежедневно проверяем, но получилось так, что недопроверили одного, не выявили. Собаку бережем, а себя не уберегли. С начала весны в Центре гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора специалисты зарегистрировали уже более 450 обращений. Для укуса членистоногие выбирают места, где кожа наиболее тонкая. У детей это область головы и шеи, а у взрослых – подколенные ямки и живот. Если вдруг клещ успел впиться, самостоятельно его лучше не вынимать. В случае обнаружения присосавшегося клеща необходимо правильно его удалить. Лучше обратиться в лечебно-профлактическое учреждение по месту жительства, либо в травмпункт. Если человек решил снять клеща самостоятельно, необходимо сделать это правильно. Обхватить клеща пинцетом, как можно ближе к ротовому аппарату клеща, повернуть его по часовой стрелке и вытащить. После извлечения клеща останется небольшое повреждение кожи. Рану следует обработать антисептическим раствором. Кровососа нужно поместить в стеклянную емкость и отвезти в лабораторию для анализа на инфекции. Главная задача специалистов – определить, опасен ли паразит, который укусил. По статистике, каждый шестой клещ энцефалитный. Заболевания на раннем этапе можно легко перепутать с ОРВИ. На третий день после укуса появляются температура и слабость. Энцефалит может вызвать серьезные осложнения, инвалидность и даже летальный исход. Врачи рекомендуют обезопасить себя до момента укуса и сделать профилактическую прививку. Существует вакцина против клещевого энцефалита. Она проводится тем контингентом, которые подвержены максимальному риску заболеть. Это, как правило, лица, работающие на природе, в лесу или работающие с живыми культурами, например, в каких-то лабораториях. Вакцинация возможна для людей, начиная с 12-месячного возраста, то есть начиная с детей. Для того, чтобы обезопасить себя от укусов клещей, необходимо правильно одеваться. Ноги должны быть полностью прикрыты, верхняя одежда с длинным рукавом, а футболка полностью заправлена. Также обязателен головной убор. Животным клещи могут передавать не менее опасное заболевание – бобезиоз. Инфекция опасна только для собак и человеку не передается. Если все-таки с вашим питомцем случилась такая беда, и он заболел, каковы могут быть первые признаки? Это вялость, слабость, отсутствие аппетита, температура, мочеиспускание с элементами крови, желтые слизистые. Если вы все это наблюдаете в своем питомце, вы просто обязаны обратиться в ветеринарную клинику и сдать общий анализ крови с соответствующим мазком на выявление этих микроорганизмов. Защитить четвероногого друга от клещей и болезней, которые они переносят, поможет профилактика. Следует проводить регулярный осмотр собаки после прогулки, а также использовать различные средства. Это могут быть капли на холку, спреи или специальные ошейники. Молодец, молодец. А пока ж зубки мне нет? Ну, дай зубки. Ксения Баканова, Николай Сидоров, Игорь Казановский. События. В выходные 29 и 30 апреля в Самаре пройдет межрегиональный фестиваль конкурса хоровой музыки «Пасха над Волгой». Он посвящен 150-летию со дня рождения композитора Сергея Рахманинова. Фестиваль пройдет по благословению митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия. В фестивале примут участие профессиональные хоры и ансамбли, клеросные хоры, учебные хоры музыкальных училищ, колледжей и вузов, духовных учебных заведений. Почетным гостем станет Светлана Феодулова, обладательница самого высокого голоса в мире, занесенного в Книгу рекордов Гиннесса. Фестиваль пройдет в концертном зале собора Святой Софии. Программа рассчитана на два дня. Кульминацией станет большой галоконцерт 30 апреля в 17 часов. Вход свободный. Надувные лыжи, мини-гольф, хоккейный фристайл, забег сумаистов и другие испытания. В промышленном районе Самары состоялся отборочный этап городских соревнований «Мама, папа, я – спортивная семья». За лидерство боролись 16 семей. Подробнее в сюжете. Сплоченность и поддержка во всех смыслах. В Самаре проходят городские соревнования «Мама, папа и я – спортивная семья». Во всех районах областной столицы идут отборочные этапы. В промышленном районе за звание самой спортивной семьи состязаются 16 команд. Они разделены на две возрастные категории – с детьми от 7 до 9 лет и с детьми от 10 до 12. Дети видят, что родители вовлечены в этот процесс и, соответственно, и дети тоже. Посмотрите на семьи. Разные возрастные категории родителей, разные дети. Кто-то радуется, кто-то огорчается, но, тем не менее, хороший позитив, настрой на сегодняшний день. И, конечно, это праздник. В программе 8 состязаний. Надувные лыжи, футбольный фристайл, мини-гольф, хоккейный фристайл, надувные футбольные ворота, забег сумоистов, беличье колесо, интеллектуальная викторина. Семья Коновых со спортом на короткой ноге. Отец Александр занимается баскетболом, дочь Дарья – легкой атлетикой, а мама Валентина – фитнесом и черлидингом. А вот за право самой спортивной семьи они состязаются впервые. Все, что на сплочение, все, что на координацию, это у нас получится. Интеллектуальный конкурс, конечно же. Поэтому вот с футболом, думаю, только. Это мы вообще не футбольная команда. Однозначно, это огромное значение для семьи имеет. Семья вместе, мы все в одной команде, да, мы дружно, все у нас происходит. И нужно побольше таких конкурсов, однозначно, где мама, папа и ребенок участвуют в этих конкурсах. Победители получат не только награды, но и право представить район в финальном этапе соревнований, который состоится в Самаре 13 мая. Галина Топилина, Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События. Слаженная работа в команде для достижения общего успеха. В парке Гагарина прошла традиционная легкоатлетическая эстафета среди школьников и студентов. Забег посвящен победе в Великой Отечественной войне. Команды выясняли лучших на дистанции более 4 километров среди школ, высших и среднеспециальных учебных заведений. Кто победил, расскажем в нашем сюжете. Мощный старт, безошибочная передача эстафеты на каждом этапе и достаточный отрыв перед финишем. Вот слагаемые успехы команды Самарского политехнического университета, которая стала чемпионом легкоатлетической эстафеты. Недавно завоевали второе место на соревнованиях в Ульяновске. А потому работу на эстафете и расклад сил на этапах на тренировках отрабатывают уже давно. К соревнованиям готовились. Вот с манежа вышли на улицу, тепло стало, сразу стали готовиться. Считаю, что, наверное, основное, за что победили, это подготовка передачи палочек. Эстафете это очень важно. Ну, насколько я видел, мы все хорошо передавали. В любом случае, все сражались за победу, отдавались по полной, выкладывались на всю силу. Традиционная легкоатлетическая эстафета проводится уже более 35 лет. Посвящена она победе в Великой Отечественной войне. Спортсменам нужно было пробежать более 4 километров по парку Гагарина. Дистанция была разделена на 13 этапов – 7 мужских и 6 женских. По традиции, первый этап самый длинный – 800 метров. За лучшее время на нем вручали дополнительный приз. Любая победа, любый выигрыш какой-то в соревнованиях, он всегда для людей, а тем более уже для школьников, имеет значение для внутреннего такого становления, удовлетворения. И то, что ты занимаешься спортом, вот эти победы говорят о том, что твои занятия не напрасно, они дали результат. Всего в соревнованиях приняли участие 22 школьные команды и 15 команд вузов из СУЗов Самары. Среди школьников сильнейшими стали легкотлеты из 45-й школы, а среди среднеспециальных учебных заведений – спортсмены Поволжского государственного колледжа. Победителям и призерам вручили медали, кубки и подарки от спонсора соревнований. Андрей Горгуленко, Петр Поломеев, События. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. С 28 по 30 апреля в Самаре в ДК «Чайка» пройдет международный фестиваль «Конкурс татарской культуры МИРАС». Он будет посвящен году педагога и наставника, сообщает в телеграм-канале городской администрации «Вести с Дворянской». В этом году часть конкурсантов примет участие в фестивале очно, а те, кто не сможет присутствовать на мероприятии, предоставят свои материалы в видеоформате. Ожидается более 500 участников, которые представят свои работы в номинациях «Вокал», «Художественное слово», «Хореография», «Инструментальное исполнительство», «Декоративно-прикладное творчество». В телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки информируют, что в Самаре для укрепления благополучия многодетных семей предоставляется единовременная социальная выплата на приобретение или строительство жилья семьям, имеющим 5 и более детей. Подробную консультацию по данной выплате можно получить по телефону 332 16 36. В связи со сменой медицинской информационной системы в ряде лечебных учреждений были сложности с электронной записью. Сейчас ведутся работы по исправлению ситуации, говорится в телеграм-канале Куйбышевского района. Медорганизации области используют различные каналы дистанционной записи на прием, если один не работает. Можно воспользоваться альтернативным – порталом госуслуги, регистратурой поликлиники, официальным сайтом медорганизации, колл-центром, либо записаться на следующую дату непосредственно на приеме у врача. Жители Кировского района могут присоединиться к акции памяти и разместить фото родственников, участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла на автомобиле, сообщает в телеграм-канале Кировского района. Таким образом, выезжая в День Победы по личным и служебным делам, работники и владельцы автотранспортных средств фактически принимают участие в праздновании Дня Победы, создавая эффект прохождения бессмертного полка в течение всего дня. Фото ветерана можно разместить на задние и боковые стекла с внутренней стороны. Фото ветерана должно быть размещено только на чистых, вымытых автомашинах и сохраняться в достойном виде при эксплуатации автомобиля. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страницах в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok